В Пологовском районе примерно тысяча гектаров хвойных насаждений. С ноября сосны в Пологовских лесах под постоянной охраной. Работники лесхоза берегут новогодние деревья от незаконной вырубки. Мастеры днем заходятся на своих рабочих местах, кто-то на обходах. В ночный час патрульевание ведется машинами. В самих рядовых группах складывается из трех-четырех и выделяется один работник полиции. За год лесхоз фиксируют порядка пяти случаев незаконной вырубки хвойных. В этом году браконьеры попались патрульным пока только дважды. В среднем за год нарушители уничтожают более 30 деревьев. На первый взгляд небольшая цифра. Но и этого достаточно, рассказывает инженер по охране леса, чтобы через десяток лет количество сосен существенно сократилось. Штрафы за их вырубку в предновогодний период повышаются. Вот такая вот ялинка для этого лесопорушника обедется в 350 гривен. Сюда входит штраф от 85 до 170 гривен. И шкода за подъя на такую ялинку – 250 гривен. Если сравнивать это с нашими ценами, то это где-то 3-4 раза дороже, чем бы он купил ее официально в точках продажи. Маркировать елки в этом году пологовское лесничество, как и многие другие по Украине, будет не привычными чипами, а специальными наклейками. Новые самоклейные этикетки. И предполагаем на то, что они будут использоваться просто один раз. Как бы, ну, я считаю, что второй раз она не пойдет на использование. А если пластиковая бирка, то, естественно, если человек несознателен, он раз купит елку, второй раз он просто может эту бирку повесить на самовольно срубанную наводнюю елку. Впрочем, пластиковые чипы в Украине продолжают использоваться. Если деревья продают и вовсе без маркировки, скорее всего, они вырублены незаконно. Пологовское лесничество в этом сезоне планирует продать около 4 тысяч новогодних деревьев. Цены по сравнению с прошлым годом выросли несущественно. Елка от 1 метра до 1,50 метра стоит 66 гривен. От 1,50 метра до 2 метров 78. От 2 до 3 метров 114. И офисная елка свыше 3 метров 345 гривен. Привозная елка по-любому будет стоить дороже, чем наша, со 100%. Потому что ее надо довезти на определенное расстояние, елку. И никто же не знает, какого там качества сомнительного. Потому что мы знаем у нас в районе нормальной экологической ситуации в Пологовском, Куйбышевском. И хоть территорию патрулируют круглосуточно, в некоторых случаях нарушителям все же удается срубить дерево. На месте этого пенька совсем недавно была сосна. Новая вырастет только через несколько лет. До метра где-то 6 лет, а до 2 где-то 10. В зависимости от погодных условий. Человеческий фактор есть человеческий фактор. Как бы не защищать наклейками, бирками, пломбами. Продавать новогодние елки Пологовское лесничество начнет уже в ближайшие дни. Но лесники советуют, чтобы дерево постояло дольше, покупать елку нужно в 20-х числах декабря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова